Уважаемые друзья рыболовы, всем крепкого здоровья! Сегодня мы с вами будем изготавливать карбоновый кивок гнутый Специализированный кивок для ловли леща Для рыбалки на такие мормышки, как чертики, ведьмы и козы Итак, для изготовления кивка нам потребуется тонкая термоусадочная трубочка Силиконовая трубка для того, чтобы сделать коннектор Более толстая трубочка термоусадочная ОФ-гель Спектр я использую, потому что достаточно хорошее качество и приемлемая цена Дальше нам потребуется пыль, светящаяся в темноте Я тоже беру от компании Спектр Я просто уже давным-давно использую их продукцию, поэтому мне нравится и я в ней уверен Для полимеризации ОФ-геля нам потребуется фонарик Он идет аккумуляторный, к нему можно подсоединить провод и он будет постоянно у вас работать Также провод можно от него отсоединить и внутри у него стоит аккумулятор То есть он, грубо говоря, вечный фонарь Дальше нам потребуется карбоновый хлыст Вот здесь вот он у меня отпилен получается С этого кончика у нас идет диаметр 2,5 мм А здесь на комле он идет 4 мм Но мы будем брать только вот эту часть длиной 260 мм Потом я объясню почему Дальше нам потребуется булавка Потребуется первая гитарная струна Суперклей Брусочек, на который наклеена наждачная бумага Вот такие вот специальные трубочки Тоже я вам потом покажу, что это за трубки Линейка, пинцет, плоскогубцы Очки для того, чтобы защитить наши глаза Обязательно респиратор Линейка Ну и дрель Также работы мы будем проводить на керамической плиточке Вот такой, потому что на ней максимально комфортно Точить карбоновые кивки Также вам потребуется бутылка с водой и губка Либо бутылка с распылителем Потому что нам надо будет смачивать карбон Для того, чтобы избежать того, чтобы у нас была карбоновая взвесь в воздухе Который мы бы дышали Конечно, у нас есть респиратор Но, тем не менее, лучше еще дополнительно подстраховаться И работать, что называется, на мокрую Итак, давайте потихонечку начинать Сначала нам надо изготовить бланк нашего кивка Поэтому мы берем заготовочку В этой части, как я и говорил, она идет 2,5 мм в диаметре И мы отмеряем 260 мм Несмотря на то, что кивок у нас будет 240 мм длиной Мы возьмем с запасом Для того, чтобы у нас в случае поломки вершинки при стачивании Была возможность его доточить Итак, 260 мм мы отмерили Вот такая вот карбоновая пыль остается во время обработки карбона И ни в коем случае нельзя дышать Поэтому все работы надо производить в респираторе Ну и, соответственно, работать на мокрую Чтобы вот эта пыль сразу же оседала на керамической поверхности Сейчас мы будем вытачивать тело кивка Значит, вот эту заготовочку 260 мм Мы зажмем в дрель И начнем обрабатывать ее с помощью наждачной бумаги Но перед этим надо мокрой тряпкой обработать Получается поверхность керамической Вот так вот Чтобы у нас пыль сразу же оседала И набрызгиваем еще воды сюда Все, теперь можно будет зажимать заготовку Надевать респиратор И начинать обтачивать Комментировать я тут, наверное, ничего не буду Просто посмотрите, как это происходит В общем, как я и говорил Произошла неприятная ситуация Значит, во время стачивания У меня отвалился вот такой вот Отрезок Получается вот Кончик Просто отпал от давления Значит, именно поэтому И была взята длина с запасом Потому что часто бывает такое Что отваливается вот такие вот Вот самая ходовая часть Которая прям вот отвечает за игру мормышки Она отпадывает Но так как заготовка у нас была взята с запасом Поэтому Старожок мы выточили И теперь нам надо обработать Его по плоскости Обрабатывать мы это будем уже не дрелью А вручную С помощью брусочка На которой наклеена наждачная бумага Сейчас мы тут немного проберём И начнём Вот мы и добрались с вами до следующего этапа У нас есть с вами заготовка И теперь наша задача Придать ей первую грань На которую мы её поставим Чтобы она у нас уже не каталась И будем стачивать Значит для этого Мы берём Кладём Заготовочку на нашу Керамическую поверхность Очень плотно Вот так вот давим на неё Берём брусочек И начинаем Аккуратно задавать Первую грань На которую мы с вами поставим сторожок Итак первую грань мы с вами задали Теперь мы поворачиваем сторожок И он у нас как бы вот он Становится То есть на плоскую поверхность Он у нас становится То есть он уже не катается Вот И теперь Мы Просто давим на него сверху Он уже никуда у нас не денется И начинаем Дальше работать Но соответственно Всё это надо Смачивать Периодически Чтобы пыль Карбоновая Не летела Вам в лёгкие Ну в общем Примерно час Вытачивал я свой кивок Вручную И вот Получился у меня Кивочек С быстрым таким строем Повешиваю на него Получается Ведьмочку Вот так вот И вот так вот он у меня Изгибается Значит чтобы сделать колечко Нам понадобится булавка Вот она И Отрезок Первой гитарной струны Получается Огибаем Так вот Через булавку Всё это дело И Струна Она хорошо поддаётся Поэтому Вот так вот Ногтем Раз С одной стороны И С другой стороны Тоже так Придавливаем И вот у нас Получилась вот такая вот Петелька Сейчас мы Откусим излишки И будем устанавливать Её Уже на кивок Значит петельку Я поджал И вот таким вот образом Немножко загнул Вверх И теперь Мы её будем Ставить На кончик Нашего Кивка Вот сюда На кончик кивка Я наношу Буквально Маленькую Каплику Суперклея Теперь беру Петельку Кивка Пинцетиком Аккуратно Размещаю И вот В таком положении Даю ей Засохнуть Берём Вот такую вот Светящуюся пыль Вот она На кончик Кивка Получается Наносим Ещё Немного Суперклея И Аккуратненько Окунаем Кончик Нашего Кивка В эту Светящуюся Субстанцию В эту Светящуюся Пыль Пока Суперклей У нас Засыхает Мы Можем Спокойненько Развести Необходимое Количество Светящегося ООФ Гейлака Для того Чтобы Покрыть Им Кончик Нашего Кивка Взяли Небольшое Количество Светящейся Пыли Сейчас Сюда Добавим ОФ Гель Лак И всё Это Перемешаем Итак Кончик Кивка У нас Подсох Берём Разведённый Светящийся ООФ Гель Лак И Наносим На кончик Кивочек Переворачиваем И Иголочкой Эту Капельку Распределяем И На Другую Сторону Получается Полимеризуем Всё Это Дело Полимеризуется Достаточно Быстро И Потом Очень Хорошо Горит И Светится В темноте Вот Так Вот В темноте Горит Кончик Нашего Старожка Пыль Тоже Светится Вот Так Горит Кончик Кивка Вполне Достойно Я считаю В сумерках Ловить Подлещика Самое то Перед тем Как кивок Изгибать Нам надо Будет Поставить На него Несколько Пропускных Колец Пропускные Кольца В данном Случа Мы будем Делать Очень Просто И Я бы Сказал Эффектно Мы берём Термоусадочную Трубку Отрезаем Несколько Кусочков Небольших Которые Будут По длине Равны Нашим Колечкам Я разместил Два Отрезка Термоусадки На бланке Своего Кивка Теперь Беру Получается Иголочку Вот так Подвожу Сверху Надеваю Этот Отрезок Термоусадки И Вот таким Нехитрым Движением Термоусадочку Получается Сажаю И получается Что когда Термоусадка У меня Снова Остынет Когда я Вытащу Иголку У меня Получится Колечко Вот такое Вот колечко Одно И вот Второе Чтобы Загнуть Кивок Правильно Нам потребуется Мормышка Под которую Мы делали Наш кивок Вот так Вот мы Ее подвесим И сейчас Пойдем Поставим Чайник Он у нас Вскипит И мы Начнем Делать Магию Чайничек У меня Вскипел Я беру Кивочек Располагаю Получается Вот таким Вот образом Колечко Подогнутое Кверху У меня Теперь Смотрит Вниз И Начинаю И Начинаю Провыть Неприват Итак Вот у меня Кивочек Остыл И вот Какая У него Форма Изогнутая Итак Вот у нас Получился Карбоновый Кивочек Гнутый Как он Ведет Себя Когда Подвешивают Мормышку Подвешивается Мормышка Тогда Кивок Практически Выпрямляется Вот такое Поведение Кивка Когда мы Плавненько Раскачиваем Наших Чертей Либо Видим Такой Подпружиненный Кивок Делает Эту проводку Плавный Кач Еще более Плавный Что Несомненно Очень хорошо Сказывается На Клеве Подлещика Потому что Подлещик Он любит Когда Приманки Такие Как Чертей Ведьмы Двигаются Очень плавно Поэтому Карбоновый Кивочек Изогнутый Вверх Позволяет Очень хорошо Анимировать Такую Проводку Теперь Нам надо Сделать Коннектор Для нашего Кивка Вот Я уже Отрезал Кусочек Силиконовой Трубки Которую Мы будем Насаживать Получается На Кончик Удочки И вот У меня Есть Вот Такие Вот Трубочки Черные Пропускные На самом Деле Это Трубочки Специальные Для рыбалки На них Наматывается Грузило Ссылку На эти Трубочки Я вам Оставлю В описании Вот Такая Трубочка Нам Нужна Будет И Термоусадка И Сейчас Мы Все Это Вместе Превратим В Коннектор Мы Берем Термоусадочную Трубочку Обстригаем Ее По Длине Вот Этой Получается Силиконовой Трубки Так Аккуратно Дальше Силиконовую Трубочку Прикладываем Наверх Получается Бланка Нашего Старожка Также Поверх Него Прикладываем Трубочку Для пропуска Лески И Одеваем Термоусадку Вот Таким Вот Образом И Теперь Берем Зажигалку И Усаживаем Нашу Термоусадку Вот Таким Образом Все Сидит Намертво Никуда Не Денется Ну Вот Кивочек Карбоновый Для ловли На чертей Различных Коз И Видим У нас Полностью Готов Ставить Я его Буду Вот На такую Карбоновую Балавайку И Выглядеть Это Все Будет Вот Таким Вот Образом Вот Кивок И Вот Моя Снасть В Сборе